Для уединенных зарядных тел, мы рассмотрим простейшее тело, уединенный заряженный проводящий шар. Собираем зарядку и емкость определяется, как и в центре пропорционации зарядом и потенциалом на поверхности этого шара. Вот это получается емкость шара. Для конденсатора формула была такая. Пропорциональные заряды и разности потенциала. Мы в качестве коэффициента использовали емкость конденсатора. А здесь у нас будет потенциал. Если он уединенный, то рассматривается такое приближение, что потенциал стремится к нулю, при R стремящемся к бесконечности. Найдем потенциал такого шара на поверхности шара. Для этого выберем какую-то точку запределения шара. Используя теорему Гаусса для сферы радиуса мы запишем теорему Гаусса. Е умножить на ДС по всей поверхности пунктируем. Это не окружность, а это сфера. Сфера, которая совпадает с центром нашего заряженного рахта. Должен быть он к суммарному заряду, находящемуся в нейтрису. Мы считаем интегралом. Очень просто он считается. Поскольку у нас Е и ДС калинюарные. Поэтому скалярное произведение вырождает в день от роста векторов Е на ДС. Поскольку у нас во всех точках этой забранной нами поверхности Е константа мы ее выносим за знак интеграл. И этот интеграл равен площади поверхности сферы и R квадрана. Р маленькая в квадрате по-настоящему не площадь сферы, в которой шан заключен, а в куще пунктируем. В которой мы выбрали точка, в которой мы еще напряженное поле находимся на поверхности этой сферы. И получается есть Е умножить на 4πR квадрат равно q разделить на ε с ноликом. Напряженность поля будет равна q на 4π ε с ноликом R квадрат. Напряженность поля на поверхности будет равна этой величине при R становящемся к R большому. То есть q делаем на 4π ε с ноликом R в квадрате. Это напряженность на поверхности шара. А для того, чтобы найти потенциал, мы должны использовать такое соотношение E равна минус, поскольку здесь задача центрально-симметричная, dφ по dR в сферите сумметрии. Отсюда выражаем dφ и суммируем, начиная от бесконечности и кончая поверхностью шара. Если потенциал, то это значит от 0 до дуо. Здесь у нас будет фи, а здесь будет минус. Е проверивает значение, выносим константы, знак менеджер у нас пропадает, потому что минус первая степень, здесь будет R ставить знаменательным, плюс константы интегрированные. Граничные условия у нас имеет такой вот фил, стремится к нулю, и R стремящимся к бесконечности. Когда мы сюда выставляем бесконечность, то у нас констант превращается в нулю. Констант равен 0, поэтому F равен Q, O4P и R, ну и F на поверхности шара, будет равен Q, O4P и Y с ноликом R. Используя определение, мы находим, что емкость шара будет равна Q, O4P и Y с ноликом, как раз в специальном третинге, с которым лежат.